Проводя зиму в Таиланде, я взяла интервью у двух прекрасных девушек, которые профессионально занимаются иллюстрацией и дизайном. Мне было интересно узнать, отличается ли в Тае отношение к творческим специалистам, сколько может зарабатывать иллюстратор, а также я узнала, считают ли они обязательным высшее образование и какими девайсами пользуются для создания своих иллюстрашек. Итак, расскажи мне, пожалуйста, свою историю. С чего ты начала? Я начала рисовать с тех пор, как я себя помню, с пеленок. Так. Воспринимали ли родители всерьез твое увлечение? Сперва нет. Они считали, что рисование это скорее хобби, а не настоящая карьера. Да, понимаю. У нас абсолютно такая же ситуация. Они предлагали тебе быть стоматологом или юристом? Да, врачом или медсестрой. Но ты сказала, нет, я хочу быть иллюстратором. Да, я сказала, что хочу быть художником. Я училась в Рангсит-университете возле Бангкока. И я пошла туда, чтобы учить анимацию. Я начала работать как иллюстратор-фрилансер во время того, как училась в Академии. А откуда ты получила свои первые заказы? От моего преподавателя. То есть он говорил тебе, у меня есть некоторые клиенты, и я могу предложить тебе работу? Да, да, так и было. Вау. Моим первым заказом тогда была разработка персонажа для студенческого телешоу. А откуда сейчас твои заказчики? Кого больше, заграничных или местных? Ммм, все местные, местные, да. Меня зовут Меймо. Я концепт-художник в Таиланде и иллюстратор. Расскажи, как ты проявила интерес к творчеству? Я начала рисовать, когда была еще совсем маленькая. Наверное, это благодаря тому, что моя тетя создавала иллюстрации для детских книг. Ты училась где-то в творческом направлении? Я поступила в университет, в котором был творческий факультет. Тут, в Бангкоке? Да, тут, в Бангкоке. Это был факультет визуальных коммуникаций. И я решила изучать там компьютерную графику. То есть, можно сказать, что ты училась на графического дизайнера? Я бы сказала, что больше на аниматора. Этому были посвящены последние два года нашего обучения. А первые два мы рисовали классический арт. Рисунок, живопись и учили компьютерные программы. То есть, у нас было все перемешано. Всего по чуть-чуть. Как твои родители отнеслись к тому, что ты поступила на творческую специальность? Они поддержали тебя? Сперва, вообще, мои родители надеялись, что я буду кем-то вроде инженера. То есть, иметь более реальную профессию? Да, да. Но я всегда любила рисовать и постаралась убедить своих родителей, что я могу реализоваться в этой сфере как настоящий профессионал. Я даже отправляла работы на конкурс, чтобы показать, что я конкурентоспособна. Ну, и мне удалось доказать. А что твои родители думают теперь? Я думаю, что им норм сейчас. А потом я переехала обратно на Пукет и устроилась работать графическим дизайнером в архитектурное агентство. То есть, это не была ни анимация, ни иллюстрация? Да. Ты бы могла показать, что именно ты делаешь на этой работе? Да, конечно. Я создаю разные иллюстрации для локальных бизнесов. Иногда занимаюсь ретушью фотографий, также брендинг. Как ты считаешь, образование в творческой сфере – это необходимость? Вообще, я считаю, что это очень важно. Оно расширяет твой кругозор, ты больше практикуешься, становишься уверенным в себе и терпеливым. Эти качества пригодятся, когда ты попадешь в реальный мир. Расскажи, пожалуйста, как твой типичный день сейчас выглядит? Я работаю пять дней в неделю в архитектурном агентстве «Днем». А ночью я иллюстрирую. А во сколько ты просыпаешься? Восемь. А работа начинается? В девять. О, то есть ты очень быстро умеешь собираться? А да. А сколько длится твой рабочий день? Он длится восемь часов. То есть ты заканчиваешь в пять? Ну, где-то в пять тридцать, я бы сказала. И потом я еду домой, отдыхаю, могу посмотреть киношку или поиграть в приставку. И потом работаю ночью над своими иллюстрациями. А творческие профессии в целом популярны в Таиланде? Я думаю, сейчас все более и более популярны. О, правда? Да, да, потому что сейчас появляется много университетов, которые учат аниматоров. Раньше, если ты учился в академии, то скорее всего ты бы мог стать просто художником в классическом понимании. А сегодня у тебя есть большой выбор. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься сейчас? Какая у тебя фулл-тайм работа? Я работаю концепт-художником в анимационной студии Таиланда. То есть, насколько я понимаю, ты занимаешься тем, что создаешь персонажей? Да, моя работа создавать персонажей, локации. А что делает твоя анимационная студия? Они создают мультики или рекламу? Моя студия специализируется на мультиках, а сейчас мы создаем настоящий художественный фильм. Да, да, его очень весело создавать. Но также, насколько я понимаю, ты работаешь иллюстратором-фрилансером. Да, да, можно сказать, я еще иллюстратор. А что ты иллюстрируешь? Чаще всего это детские книжки. Кстати говоря, у меня есть такая забавная история. Два года или полтора года назад я сохранила твою иллюстрацию с курочкой к себе на доску в Пиндересте. Это там, где курица и всякие животные. Да, да, да. И я была так вдохновлена текстурами и формами. И я, честно, не могла поверить в то, что мы с тобой когда-либо встретимся вживую. А кто твои клиенты сейчас? Это местные или заграничные заказчики? Это, конечно, и местные заказчики, но также у меня есть клиенты из иллюстрационного агентства. О, расскажи об этом поподробнее. Я им несколько раз отправляла свое портфолио, они мне отказывали. Но в итоге написали, что все-таки им нравится мой стиль и они хотят работать со мной. А какие именно иллюстрации ты рисуешь? Чаще всего это либо книжные, либо журнальные работы. Скажи, пожалуйста, если бы ты работала только как иллюстратор-фрилансер, ты бы зарабатывала достаточно для жизни? Скорее всего, нет. Могу ли я поинтересоваться, сколько ты зарабатываешь от агентства? Они забирают 20-30% от заказа. За одну иллюстрацию получается не очень много. Ну, для меня не очень много. Где-то 5-6 тысяч бат. А сколько времени у тебя уходит на одну иллюстрацию? Где-то 3-4 дня. О, и меня также. Что тебя вдохновляет? В первую очередь, это природа. А еще я очень много смотрю кино и черпаю вдохновение оттуда. Особенно эмоции, игра, света и тени. Цвета у меня все из фильмов взяты. Расскажи, пожалуйста, как ты нашла свой стиль? С самого моего детства я была большим фанатом манго, японского стиля. А потом мне еще очень начал нравиться стиль Пиксара, западный стиль. Можно сказать, что мой стиль появился из комбинации этих двух направлений. Да-да-да. Я также очень люблю текстуры, потому что, мне кажется, текстуры могут добавить картинке больше шарма. Это точно. Скажи, а возможно вообще зарабатывать достаточно, будучи иллюстратором-фрилансером в Таиланде? Или все-таки нужно иметь фулл-тайм работу? Ну, если бы я была только иллюстратором-фрилансером, то это могло бы быть возможным. Могу ли я поинтересоваться, сколько возможно зарабатывать, будучи только иллюстратором-фрилансером? Какой может быть средний заработок? Средний, ну, где-то тысяча долларов, я думаю. Но это только если я занимаюсь исключительно фрилансерской работой. Ну, и, конечно же, меньше, если я работаю еще и в студии. Расскажи, пожалуйста, как можно управлять вдохновением, если у тебя фулл-тайм работа? И тебе нужно быть вдохновленной с 8 до 6. Как ты с этим справляешься? Я думаю, что когда у меня фулл-тайм работа, я могу черпать вдохновение от моих друзей, с которыми мы работаем. Да, потому что они тоже концепт-художники. А, то есть вы работаете вместе? Да, да. Когда я вижу их работы, я просто... Мне сразу хочется делать так же, как они, и меня это очень вдохновляет и заряжает на работу. Расскажи, как выглядит твой типичный день. Да, я просыпаюсь, еду через пробки в Таиланде. В офис. А потом, когда ты возвращаешься домой, ты рисуешь до ночи? Да, да, рисую, как фрилансер. Ты вообще спишь? Да, да, я спаюсь. А еще я играю со своими котами. Серьезно? Как много? Мне кажется, 10. Да ладно! Ты серьезно? Да, да! О, боже мой! Ты говоришь, что чаще всего ты рисуешь в фотошопе или на айпаде. Ты можешь объяснить свой выбор? Просто это удобно, и я могу везде с собой носить рисование. А ты бы могла показать свои любимые кисти? Да, конечно. Мне нравится вот это очень сильно. А ты их где-то скачивала? Нет, это оригинальные кисти Procreate. Просто я их немножечко модифицировала. Я нарисую человеческую голову, чтобы показать кисти в действии. В общем, я сначала рисую эскиз, потом сверху делаю цветовую заливку. И использую вот эту модифицированную кисть для того, чтобы добавить градиента, передать тень, свет и текстуру. Это мой персональный проект «Леса в сказках». А сколько у тебя примерно ушло времени нарисовать такую иллюстрацию? Около двух недель. Класс, мне очень нравится. Особенно детализация и цветовая гамма. Спасибо. Эту работу я создала для итальянских заказчиков, для благотворительного проекта. Рисование у меня заняло приблизительно одну неделю. А вот эту иллюстрацию я создала в честь китайского Нового года. Просто для своей фейсбук-странички. А в этих работах я экспериментировала с цветом и контрастом. Расскажи, как выглядит твой рабочий процесс в качестве концепт-художника. Концепт-арт не может быть сделан только мною одной, потому что в разработке персонажа нужно учесть очень много разных аспектов и сделать очень много разных вариантов. Поэтому много департаментов работают вместе. Моя участь заключается в том, что я в самом начале разрабатываю как можно больше эскизов. Мы начинаем с референсов, потому что это очень важная часть. Потому что если тебе нужно нарисовать, допустим, рыбу, и ты не будешь искать определенные виды рыбы, ты не сможешь нарисовать очень много разных вариантов. Ты нарисуешь самую банальную рыбу. Поэтому я считаю референсы очень важная часть. И если тебе нужно разработать рыбу, ты не можешь нарисовать просто один эскиз и на этом остановиться. Тебе придется нарисовать 20, возможно, 50 вариантов. 50? Да, перед тем, как это будет финальным вариантом. А скажи, пожалуйста, на чем ты чаще всего рисуешь? На планшете или на бумаге? Или на айпаде? Если я на работе, то чаще всего я рисую на планшете и на компьютере. В фотошопе. Но недавно я купила айпад про, и мне очень нравится. Да, да, понимаю. А ты бы могла показать некоторые свои иллюстрации? Да, да, конечно. Итак, это мои работы для прошлогоднего инктобера. То есть ты каждый год участвуешь? Да, да. То есть я смотрю, ты создаешь одного персонажа, а потом разрабатываешь для него целую историю? Да, да, я придумываю историю, и потом у меня получается как маленький комикс. Ты бы хотела создать свою личную детскую книжку? Да, я бы хотела. Это совершенно не лук. Да, да, это лучок. Вообще, ты знаешь, у нас в странах СНГ есть сказка про мальчика из лука. Серьезно? Да, да, мы называем его Чиполино. Да, да, это очень популярная история у нас. И я решила нарисовать этого Чиполино на коричневой бумаге, потому что мне очень нравится, что я могу добавить потом белую ручку туда. Да, да, понимаю, я тоже очень люблю эту технику. Это эскизы. Иногда для своих детских книг я сначала рисую эскизы на бумаге, а потом уже крашу их в фотошопе. Этого пёсика я нарисовала буквально пару дней назад. Он очень милый. А скажи, пожалуйста, как ты находишь своих клиентов? В основном ко мне клиенты приходят через Behance. А вообще сложно найти работу в Таиланде? Я думаю, не так сложно. Потому что, как я уже сказала, анимационные студии сейчас очень развиваются. Классные творческие специалисты нужны всем и всегда. Это не так сложно. Мне кажется, кто ищет, тот всегда найдёт.